Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета Алексей Спаский ответил на актуальные вопросы. Вопрос шел о реконструкции Володарского шоссе с обязательным устройством выделенных полос для общественного транспорта. Следим за ситуацией с общественным транспортом. В 8.40 у вас выезд. Вовремя поедете? Да, да, мы по времени ездим. Очередной выпуск проекта «Стихи живут повсюду». Историко-культурный центр желает винтовским вестям всяческого процветания, здоровья, сил, оптимизма. Администрации Ленинского городского округа и телеканал «Видное ТВ» запустили новый проект. Ежемесячно в прямом эфире глава округа Алексей Спаский будет отвечать на вопросы наших корреспондентов. В свою очередь вопросы будут формироваться на основе наиболее популярных тем, которые жители муниципалитета озвучивают в социальных сетях на портале «Добродел» при личных встречах с Алексеем Спаским. Первый разговор в прямом эфире состоялся сегодня. Провел его мой коллега Максим Козлов. Основных тем было три. В начале разговора Алексей Спаский озвучил ситуацию в округе с заболеванием коронавирусом. За прошедшую неделю, за предыдущую, в округе было выявлено почти 1800 случаев заражения. И всего в настоящий момент наблюдается с диагнозом ковид порядка 5200 человек. Это колоссальные, конечно, для нас цифры. При этом преимущественно болезнь происходит в легкой форме относительно. И сама по себе госпитализация абсолютно небольшая. У нас штационар это почти 500 коек полностью оборудованных кислородом и прочим медицинским оборудованием. В настоящее время он заполнен порядка 350 человек. При этом жители Ленинского округа 72 человека. Также глава округа оценил работу коммунальных служб по ликвидации последствий обильных снегопадов. В выходные, собственно говоря, и с коллегами, и субботу, и воскресенье были на территории, я не буду называть локации, то есть отдельные территории удивили тем, что там действительно почищено было, хотя вот я настраивался на том, что покритиковать коллег, ну вот в частности на ПЛК, наверное, одну, не один дом, а прямо, знаете, как вот прошли, критики было много и в вечер, что называется, до вечера коллеги из Дорсервиса отсчитывались, как они вычищали данную территорию. Это плохая практика, когда руководитель показывает, где надо чистить, все-таки система должна работать. Большая часть разговора была посвящена развитию социальной инфраструктуры округа. Два детских сада в пригороде Лесное, в Государевом доме. У нас есть в высокой степени готовность уже блок начальных классов на 200 мест, и сад на 200 мест в Горках, в ЖК «Май». И давнишняя тоже история, подзастрявшая, но в этом году, я думаю, мы ее вытолкаем и за финалем, это пристройка к Молдской школе. Все эти детские сады, ну я так скажу, может быть, не то, что не вызывают опасений, в рабочем режиме находятся, мы хотим их ввести в этом году. Ряд вопросов касались, казалось бы, локальных, но очень важных для жителей проблем. Вопрос шел о реконструкции Володарского шоссе с обязательным устройством выделенных полос для общественного транспорта. Причем абсолютно есть понимание, что необходимо не только реконструировать Володарское шоссе, но и Каширское дом КАДа. Потому что если там автобус приедет и встанет где-то в районе Каширского шоссе, ну, собственно говоря, это мало кому интересно. В 7-8 февраля планируется доложить на транспортном часе этот вопрос Андрею Юрьевичу, после чего станут понятны конкретные сроки окончания этих работ. Полностью посмотреть интервью с Алексеем Спасским можно в социальных сетях администрации Ленинского городского округа и телеканала «Видное ТВ». С начала этого года большинство автобусных маршрутов «Видным» обслуживает компания «Дом Трансавто». Скажем прямо, с первых дней у жителей было много претензий к перевозчику. Автобусы старые и часто ломаются. Водители оплату по карте принимать не хотят, а расписание не соблюдается. Правда, в последние дни жалоб стало значительно меньше. Наша дежурная по району Татьяна Брылова отправилась на станцию Расторгуева, чтобы отследить время отправления автобусов. Утренний час пик уже позади. Впереди еще будет вечерний. Время 8.35, и мы сейчас посмотрим, как ходят автобусы, по расписанию или нет. 8.40 у вас выезд. Вовремя поедете? Да, да, мы по времени ездим. Вообще, всегда по времени ездите? Не бывает такого, что сбиваетесь? Нет, нет, такого нет. Здесь пробок нет таких сильных, не сбиваетесь. Уже позже водитель маршрута номер 2 рассказал, что было, люди жаловались, сейчас процесс перевозок налаживается. Перебои были немножко, вот это поначалу, пока взяли, пока туда-сюда перебои. Но сейчас налаживается, уже все нормально. И все же жалобы пока остаются. На станции Расторгуева, откуда по разным направлениям в день разъезжаются сотни автобусов, можно узнать мнение о каждом маршруте. После девяти вообще не уехать. После девяти вечера? Да, вечера-вечера. На каких автобусах? На Москву. На 489 очень плохо идет вечером. Вот в час где-то примерно один. Я на шестом маршруте езжу каждый день, кроме выходных, так как работаю в суде. И как раз он находится на этом маршруте. Честно говоря, до Нового года было намного лучше, потому что шестерка ходила большим автобусом. И хоть и с небольшими задержками, но все же ходил теплый автобус и более удобный для пенсионеров. Мы увидели, что автобус по третьему маршруту ушел ровно в 8,58. Но присмотревшись в расписание, я заметила, что следующий пойдет только в 9,50. Очень большой промежуток. Пока мы следили за тем, как водители придерживаются графика, двойка вернулась на станцию и забрала очередную порцию пассажиров. Двойка уходит строго по расписанию. Это очень приятно. Проводим ее. Опа! А сзади-то посмотрите на автобусе номер 471. Сюрприз! Автобус до станции Подольск, по словам пассажиров, почти всегда ходит по расписанию. Минут 20 стояли, пробка была большая. А так он по расписанию? А так по расписанию. Вот я ездила в больницу, все по расписанию. Понятно. А вы говорите, иногда вообще не приезжаете? Ну, иногда, да. Иногда. И потом вот большой перерыв. Вот 9,58 там, да? 9,05 идет. Нет, 9,58, а следующий 1,45. Вот здесь перерыв большой, очень неудобный. А вот как-то люди в городе все редко ходят, хотели бы чаще. Сколько времени требуется на то, чтобы по кругу проехать до Подольска обратно? Где-то полтора с обедом, мелкобеда так бывает, там 20 минут, 30 минут так. Понятно. Да. Как у вас всегда работает эта штука? Да. Вот только вот этим недовольним. Вот, покажите. Вот этим недовольно? А что это такое? Это тормозит, это тоже, это сам валидатор. Это тормозит, очень сильно тормозит. Почему бы я так и рано подъехал? Чтобы спокойно, аккуратненько пробить сеты. Ну что, замечательный автобус, приятный водитель. Пассажиры, правда, далеко не все в масках. Мы уже обрадовались, что все автобусы ходят по расписанию. И тут маленький косячок. В 9,05, 379-й проехал мимо и в сторону города. И это подтверждают жители. Уже 10 минут, автобуса нет. Ну что ж, 379-й автобус пришел. Правда, поедет он, скорее всего, с опозданием. Наверное, часы у водителя отстают. Но все-таки люди смогут добраться до места назначения. А на станции сегодня дежурили Татьяна Брылова и Александр Логинов. Сегодня у нас в гостях Светлана Глоба, заведующая дошкольным отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас у нас настала та стадия пандемии, когда болеют во многом дети, подростки, школьники. Что это значит и как вообще ситуация у нас в округе с этим обстоит? Ситуация для педиатров Видновской клинической больницы, конечно, достаточно тяжелая. Потому что больных много. На сегодняшний день у нас болеют 836 детей. Закрыто порядка 170 классов в школах и около 35 групп в детских садах. И заболевания продолжают расти, количество детей болеющих продолжает расти. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Дети болеют не тяжело. У детей превалируют признаки острой респираторной вирусной инфекции. Но с высокой температурой 38-39 градусов. Что тоже требует к себе внимания педиатра и забора мазков, обследования таких детей. Как раз некоторое время назад началась вакцинация школьников. Стоит отметить, что она проводится только в согласии родителей. Сколько уже человек привились у нас в округе? И каковы их, может быть, побочные есть какие-то эффекты у них? Мы очень ждали эту вакцину, потому что не хотим, чтобы наши дети болели. И вот наконец-то она появилась. И те люди, которые ждали, они прямо в первые дни вакцинации сразу пришли для того, чтобы провести вакцинацию своим детям. На видное нам дали 50 доз вакцины. В настоящий момент все они использованы. Осложнений у детей нет, как таковых. И производитель заявляет не об осложнениях, а о нежелательных явлениях. Таких, как общее повышение температуры, слабость, может быть гриппоподобный синдром. И местных. Боль в руке, без отека, без покраснения. Из тех 50 человек, что мы привили, у двоих детей температура была высокая, но она поднималась кратковременно, в течение одного дня. И после жаропонижающих средств опустилась до нормального уровня. У двоих или троих детей была боль в месте введения вакцины. Остальные дети перенесли очень хорошо вакцину. То есть бояться ничего не нужно? Бояться абсолютно не нужно. Это векторная вакцина. Производство ее известно с 1957 года. То есть это довольно старый вид производства вакцины. Это обычная вакцина. Страшного ничего нет. Называется она спутник М? Называется она гамм-ковид-вак-М или спутник М. Содержание антигена в 5 раз меньше, чем во взрослой вакцине. Вводится также двухкратно с интервалом 21 день в плечо. Насколько защищает вакцина от заболевания? И как болеет человек, если он все-таки заразился? Проводились вторые и третьи этапы клинических исследований на базе московских 12 детских поликлиник. И брали 3000 детей, подростков я имею в виду с 12 до 17 лет, и выявили, что у 9 подростков из 10 сформировался хороший Т-клеточный и гуморальный иммунитет. То есть 93% подростков защищены после вакцинации. Ни одна вакцина в мире не защищает от заболевания, но она защищает детей от смерти и от осложнений. Так же и в этом случае. Если вдруг ребенок заболевает вирусом ковида, то заболевание переносится достаточно легко. Сейчас у вас есть возможность обратиться к нашим зрителям и пригласить их на вакцинацию. Я хочу сказать вам, что все равно здравый смысл должен возобладать в этом мире. Вакцинация – это достижение эволюции, которым мы должны пользоваться, уметь пользоваться. И не бояться прививать своих детей, обязательно это делать. Мы, каждый родитель, стараемся постелить своему ребенку соломку. Вот прививка – это та соломка, чтобы наш ребенок не упал, чтобы ему не было плохо. Один день боли в руке или невысокой температуры можно пережить, чем потом переживать своего ребенка, если он начнет болеть. И не дай бог, попадет в стационар. Большое спасибо за эту информацию и за эту встречу. Напомню, что у нас в гостях была Светлана Глоба, заведующая дошкольным отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Московской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, со 2 февраля прием заявителей в МФЦ Ленинского городского округа будет проводиться исключительно по предварительной записи посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области услуги.мосрек.ру и по телефону 8 800 550 50 30. Выдача готовых документов, услуги по предоставлению места для захоронения, сверка документов в порядке живой очереди. Творческий коллектив газеты «Видновские вести» принял участие в записи 32-го выпуска проекта историко-культурного центра «Стихи живут повсюду». Сотрудники прочитали поэтические строки о важности и ценности печатного издания. Подробнее расскажет наш корреспондент Галина Житкова. В феврале 2022-го любимая газета жителей Ленинского городского округа отмечает очередной солидный день рождения. На протяжении 91-го года несколько поколений наших земляков узнают обо всех главных событиях именно от местных журналистов. С 96-го года я работаю. Работаю с удовольствием. Разные периоды газеты пережили. Всегда было интересно. Было легко, тяжело, весело, но всегда было очень интересно. Я работаю здесь всего третий год, но мне кажется, вот настолько насыщена событиями вот этот период был, что есть ощущение, что я не жила по-другому. Я не хочу по-другому жить. Мне здесь всё нравится. Видновские вести постоянно радуют читателей профессиональной подачей материала и привлекают внимание интересным оформлением статей. Специалисты компьютерной верстки первыми узнают, как будет выглядеть свежая газета. После того, как написаны все материалы, сделаны все фото, это как последний этап в редакции. Дальше отправляется газета в типографию. Интереснее всего, наверное, новогодние номера делать, потому что там и всю газету украшается в определенном стиле. Несмотря на плотный рабочий график и сдачу очередного номера, сотрудники газеты с удовольствием приняли участие в очередном выпуске проекта «Стихи живут повсюду». Ты растерялся бы, мой друг, когда на много лет впервые мир остался вдруг однажды без газет. Ты в них привык добра и зла распознавать следы, как в мире обстоят дела и нет ли где беды. Как в закрома зерно течет, как плавится металл. И про хоккей, и про кино ты обо всем читал. Чем заняты твои друзья? Что сочинил поэт? Выходит так, что жить нельзя на свете без газет. Сейчас тираж видновских вестей свыше 50 тысяч экземпляров. По вторникам и пятницам свежую газету ждут во многих семьях. Потому что новости своего округа и рассказ о том, каких успехов добили земляки, можно найти только в этом издании. Историко-культурный центр желает видновским вестям всяческого процветания, здоровья, сил, оптимизма. И подольше сохранять вот этот, ну, не боевой дух, а вот этот рабочий ритм. Уже запланирована запись нового 33-го выпуска проекта «Стихи живут повсюду». В начале марта коллектив телеканала «Видное ТВ» прочитает весенние поэтические строки. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошлева, «Видное ТВ». На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!